Друзья, здравствуйте! Сегодняшний вопрос таков. Правила взаимодействия с клиентом. Как найти связь с клиентом? Правильно его понять? Не бояться просить менять положение тела и головы? Вопрос очень важный и очень хороший. И возник этот вопрос вследствие того, что недостаточно немножко, наверное, вы провели время с нами вместе. Я постараюсь сейчас на него ответить так, чтобы вы поняли, что очень важно вложить свое время в фундаментальное обучение, чтобы понимать, как обращаться с клиентом. Потому что именно в фундаментальном обучении вы получаете навык такой, который позволяет вам точно понимать, какой задать вопрос человеку при консультации и как себя вести. Это просто связка. Без этого никак. То есть ваше последующее знание общения с клиентом вырастает из знания самой формы. Тогда вы понимаете, какой вопрос задать, чтобы действительно приступить к выполнению формы. Потому что вы понимаете, как она строится. При консультации с клиентом вы задаете необходимые для вас вопросы, чтобы понять, какую из фундаментальных форм взять и использовать в данном случае, или какую из комбинаций взять и использовать. В консультации очень важный первый вопрос – это уровень длин. В каком уровне длин клиент готов с вами работать? То есть, например, вот моя длина, и я не хочу короче, чем вот такая длина. То есть мой, например, мастер спросит меня, в какой длине вы готовы, чтобы я работал. Самая короткая для вас возможная. И я покажу. Вот не короче, чем вот сюда. Вот такая длина, не короче. Вот эта длина, к которой я готова, короче, я уже расстроюсь. Первый вопрос. Следующий вопрос, какой он задаст? Нравится ли вам, чтобы волосы двигались от лица назад, да, то есть это круглый дизайн. То есть вот так, чтобы у меня шли волосы, видите, от лица назад. Круглый дизайн. Или вам нравится, чтобы волосы шли вперед к лицу, видите, я сразу кладу руку по наклону скулы, по наклону подбородка, параллельно ему, что является гармоничным по отношению к нашей костной структуре. Мы параллелим костную структуру здесь, в треугольной геометрии с волосами. И в этом заключается вся гармония. Или же вам нравится, чтобы волосы лежали неподвижно, то есть в квадратную геометрию, да, то есть вот он ориентир у нас, угол губ, угол челюсти. И я это сразу рукой определяю. Ну, я как профессионал знаю, что я показываю. Я не буду показывать как-то, знаете, наугад. Я буду показывать четко, потому что я знаю эти ориентиры, и я знаю, как они влияют психологически на сознание человека. Если я человеку покажу вот такой наклон, автоматически он скажет «не-не-не-не-не». Почему он скажет «не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- что наклон веса всегда идет по наклону скулы, и так как я уже профессионал, и я это изучила, я знаю фундамент, и я понимаю, как форма устроена, чтобы она сидела на костной структуре, чтобы ее никуда не ломала. Если я построю ее мимо костной структуры, ее будет ломать, она будет падать или вперед или назад, будет копиться вес, волосы будут сложно укладываться, и человек, не знающий техническое устройство формы, даже понятия не имеет вообще о том, что такое внутренний вес формы, поэтому каким образом он сможет задавать правильные вопросы клиенту, он просто не сможет, понимаете, то есть все вытекает из знания фундамента, и все вопросы будут вытекать из знания фундамента, и естественно у вас даже не будет возникать вопросов, как мне общаться с клиентом, как мне с ним правильно взаимодействовать. Правильное взаимодействие через улыбку и приятное расположение к человеку, вы задаете ему нужные для вас, как для профессионала, вопросы, которые позволяют вам правильно построить дом, да, то есть вы придете, например, если вы архитектор клиенту и скажете, какие материалы вы хотите, он вам скажет, покажет там, да, на картинке, какие материалы. Ваш материал – это волосы, вы его знаете, вы понимаете, как он устроен, как он реагирует. Вьющийся волос, например, сжимается, там прямой волос, например, лежит четко вниз, и тогда может быть необходимо его немножко задвигать через текстуру или через гравировку, да, то есть это уже опыт будет вам говорить, какая конкретная текстура, как реагирует. Но без фундаментального знания, как вы можете получить этот опыт? Никак. Это метод проб и ошибок, эта вся жизнь может на это уйти, и следующее поколение, и то вы не разберетесь. Поэтому пользуйтесь знанием прошлых поколений, пользуйтесь накопленным знанием профессионалов, они вам это знание передают. Зачем? Зачем наступать на грабли снова и снова и снова, чтобы только к 50 годам прийти к тому, что, ну, наверное, все-таки я устала или устала на своих ошибках учиться, я все-таки, наверное, пойду, заплачу какую-то сумму денег за нормальное обучение, получу это обучение и в конце концов найду ответы на все свои вопросы. Что значит правильно понять клиента? Вы можете правильно понять клиента только в том случае, если вы задаете правильные вопросы, и вы понимаете, почему вы их задаете, и для чего вам они нужны. Да, допустим, выбрать, какую технику вы будете использовать, линию, градировку или слои. Это же тоже просто. Например, если у меня вьющиеся волосы у клиента, я вижу, что у него вьющиеся волосы, я как профессионал знаю, насколько этот завиток реагирует при срезе, и буду понимать, что если я сделаю на нем слои, то у меня Анжела Дэвис уйдет из салона, и она будет потом дома плакать и не будет понимать, как ей вообще эти волосы уложить. Я понимаю, что вьющиеся волосы лучше контролировать или линией, или градировкой. А откуда я это понимаю? Да мой учитель мне это сказал. Я же не наработала это на своем опыте. Мне мой учитель это сказал. Если ты работаешь с вьющимися волосами, то ни в коем случае не строй слои. Только когда ты получила колоссальный опыт и уже пять лет проработала с дизайнами, ты сама поймешь, где ты сможешь применить слои в вьющихся волосах, потому что твой опыт уже будет солидным. Понимаете? То есть все то знание, которое мы передаем вам на тренингах, оно не наработано за мой жизненный опыт. Это знание передал мне мой учитель. Поверьте, любое мастерство передается от мастера, под мастерью по-другому не бывает. Если вы хотите превратить вашу жизнь в страдания и негативный опыт, ну тогда идите другим путем. Ну это просто глупость. Поэтому не нужно идти в глупость. Идите в мудрость. Приобретайте мудрость от прожитых поколений предыдущих. Это все гораздо быстрее и приятнее. Этот путь приятнее, приятнее и более эффективный. Поэтому не пытайтесь сами как-то научиться взаимодействовать с клиентом. Получите знания от вашего мастера, и вы будете знать как. Идите на тренинг. Спасибо, ребят. Учитесь. Продолжение следует...